Продолжение следует... Блокировка Суэцкого канала обозначила давно назревшую проблему. Логистические операторы, давно сетующие о высокой стоимости морских перевозок, убедились еще и в их невысокой надежности. Перекрытие почти на 4 дня канала, через который проходит около 30% мирового объема контейнерных перевозок и 12% всей мировой торговли обернулись потерями порядка 9,6 миллиарда долларов в день. И скачком стоимости нефти на 6%. Очевидно, что плана просто расширить русло канала будет недостаточно, поэтому операторы логистического рынка уже ищут альтернативы традиционной транспортировке на судах по Суэцкому каналу. Первое такое альтернативное транспортное решение предложила компания Unesky String Technologies. Ее технологии преднапряженных путевых структур позволяют создавать надземные электрические транспортные комплексы с ультралегкой структурой, по которым курсируют электроподы Unicont, перевозящие стандартные контейнеры TEU и FEU в обоих направлениях вдоль канала. Unicont представляет собой два тяговых модуля, способных транспортировать стандартные ICO контейнеры длиной 20 и 40 футов. Беспилотные контейнеровозы компании приводятся в движение тяговым электроприводом, который питается от контактной сети или бортового накопителя энергии. Благодаря такому простому и инновационному решению, грузовой транспортный комплекс UST, параллельный Суэцкому каналу, уже на старте имеет более выигрышные характеристики, чем традиционный транспорт. Так, стоимость грузовой наземной электротранспортной системы Unicont String Technologies, построенной вдоль Суэцкого канала протяженностью в 156,4 километра, по предварительным оценкам составила бы 10 миллионов долларов за километр, без учета подвижного состава и терминалов погрузки-разгрузки, что в 5 раз меньше, чем в свое время было потрачено при строительстве самого канала. Комплекс был бы способен обеспечивать среднюю скорость доставки грузов в 80 километров в час, что в 5 раз выше, чем у корабля. В результате время доставки контейнера Ти-Ю из порта Саида в порт Тауфик сократилось бы с 14 до 2 часов, а погрузка-разгрузка заняла бы не более 65 секунд. Ситуация с Суэцким каналом подчеркнула необходимость диверсификации логистики глобальной экономики. Мы рады внести вклад в ее укрепление через наши инновационные транспортные решения. Надежда Косарева, CEO Unicont String Technologies Inc. О компании Unicont String Technologies Inc. Международная инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой, производством и обслуживанием надземных электротранспортных систем. За патентированная компания технологии преднапряженных путевых структур позволяет строить ультралегкие надземные путевые структуры и использовать автоматический электротранспорт для перевозки пассажиров и грузов, значимо дешевле и экологичней по сравнению с традиционными автомагистралями, железными дорогами, трамвайными линиями, системами метро, надземными манерельсами и канатными дорогами. Штаб-квартира компании находится в Минске, Беларусь. Компания располагает двумя R&D-центрами и производственными мощностями в Марининой горке Беларусь и в Шарджи ОАЭ. В компании работает свыше 600 сотрудников. Компания является одним из крупнейших предприятий в Республике Беларусь, влияющих на ее экономику и социальное развитие. Продолжение следует...